Это производство стало результатом двух очень хороших совпадений. Первое – это то, что мы включились в волонтерское движение, чтобы помочь нашим медикам. Задумались о закупках, думали, чем еще можно помочь в нелегком деле. И второе удачное совпадение – это то, что в сети детских технопарков «Кванториум» опытом делятся технопарки друг с другом. И вот один из технопарков, город Иваново, как раз выложил фотографию и рассказал, что мы начали делать такие защитные экраны для медицинских работников. Они с удовольствием поделились нами чертежами. Наш инженер Дмитрий Алексеевич немножко доработал запорное устройство, чтобы маска защитная хорошо сидела. И вот первую пробную партию мы напечатали, отдали второй городской больнице, где было внутри госпитальное заражение, чтобы они не заражались друг от друга от пациентов. Но сначала это был пробный такой момент. 25 защитных экранов мы передали это для того, чтобы протестировали, посмотрели, удобно, неудобно. Ну а потом понравилось и дальше стали мы этим заниматься. Всего 165 экранов защитных мы сделали, передали. Ну, как я уже сказала, то есть я не хочу одеяло на себя тянуть и никого обижать. Сейчас уже технопарк является всего лишь одним из небольших звеньев в большого движения мейкеров России. Сейчас подключились к производству немножечко, правда, других модификаций защитных экранов центра протестирования Чувашии и физические лица, которых просто из дома 3D принтеры, которые просто хотят помочь медикам. Мы получаем заказ, его грамотно распределяем, чтобы по материалам не было никому слишком тяжело. Отвозим изделия, которые сделали и передаем им от персонала. Последние два это были запросы из республиканского кардиологического диспансера и Урмарская ЦРБ. Вот защитный экран, здесь мы ребят не привлекаем, потому что здесь и, можно сказать, опасное производство, да, лазерная резка, здесь у нас только инженеры работают. А ребята у нас включились в другую проектную задачу, это как раз изготовление так называемых заколок или держателей для масок, которые вот надеваются медицинские или марлевые повязки. Это актуально и для скорой медицинской помощи, тоже мы делали часть, и для обычных медиков это актуально. То есть вы можете поговорить с ребятами, уточнить откуда взялась эта идея, что они модифицировали. Ну в принципе это тоже не какое-то радикальное решение о том, что существуют такие устройства. Известно из средств нашей информации, говорят даже, что канадский школьник что-то такое разработал. Наши ребята модифицировали, добавили туда удобства, чтобы было легко снимать и девать, немножко эстетики. То есть пробовали делать и с чувашским орнаментом, вот эти заколки. Изготовление началось вот с этой модели. То есть это самая простая модель, то есть выбрали данную модель по той причине, что она печатается очень быстро. То есть есть у нас здесь вот крючки, то есть они практически имеют небольшой паз. И сюда у нас вставляется, допустим, резинка от маски. То есть мы выбираем тот крючок, который нам необходим. То есть видите, то есть она держится. И соответственно, когда надеваем маску, то есть используем уже какой-то вот аналогичный крючок с противоположной стороны. Остальные крючки можно выломать, если они необходимы. Так, далее. Значит, мы посчитали, что такой вариант может быть не очень удобным. И следующий вариант, который мы использовали, это у нас вот такой вот вариант. У нас в разном цвете есть, то есть в зависимости от материала. В основном мы используем биоразлагаемый материал, который называется ПЛА. То есть вот они в этом образце. Здесь, значит, пластины шириной по 5 мм и по 4 крючка с каждой стороны. Далее, значит, толщина самой пластины в 1 мм, а крючки толщиной где-то в 2 мм. То есть она крепится сзади, то есть вот так вот на затылок, и, соответственно, таким же образом крепятся резинки. То есть таким же образом можно сломать лишние крючки. Значит, вот этот вариант был у нас основной. Потом мы подумали, что такой вариант может быть не очень удобен, и решили выбрать следующий вариант. То есть мы видоизменили, значит, концы крючков, то есть мы сделали их округлыми, и, соответственно, здесь имеются уже пазы. То есть в эти пазы у нас, допустим, вот смотрите, цепляется резинка от маски, и она не выпадает. То есть пазы хорошо держат у нас резинку. Допустим, в следующий момент можно использовать какие-то надписи. То есть это может быть априориатура больницы, подразделения, либо какое-нибудь слово, которое вызовет положительные эмоции у врачебного персонала. Следующий вариант – это у нас, значит, вариант с древом жизни. Мы решили, что древом жизни наверняка использовать, наверное, особого смысла нет. И, соответственно, последующий вариант мы видоизменили и сделали пространство, допустим, для тех врачей, у которых длинные волосы. Значит, в этот проем может проходить коса, либо длинные волосы сотрудника. Опять же, значит, диаметр головы у всех разный, поэтому в самой программе, то есть это программа слайсера, что мы можем делать? Мы можем, соответственно, поменять масштаб и напечатать изделие меньше. То есть мы модель не меняем, мы просто в программе масштаб меняем. То есть получается уже у нас достаточно маленький абранжет. Значит, изготовление у нас началось с того момента, когда образовательные учреждения в нашей республике перешли на дистанционный режим обучения. То есть с того периода мы как бы занимаемся разработкой различных вариантов, в данном случае, адаптеров масок. У вас обучающиеся, которые на дистанционке сейчас находятся, они каким-то образом оказывают вам помощь? Да, они оказывают непосредственную помощь. То есть мы сначала узнаем, кто готов помочь, соответственно, мы знаем, кто чем владеет. Допустим, кто у нас может хорошо моделировать, они справляются с этой задачей, потому что изделия, они, в принципе, не сложные. Я занимаюсь хатэк-мастерской около 2-3 лет, но интересоваться темой 3D-моделирования, проектирования и вообще современных технологий начал еще где-то с 7 класса, когда меня со школы отправили на Олимпиаду по технологиям. И вот так, вот оттуда я познакомился с Куанториумом и уже более вплотную начал заниматься, в частности, ТД-печатью, а сейчас осваиваю лазерную резку. Сейчас мы изготавливаем адаптеры для масок, которые очень нужны в современной ситуации врачам. Эти адаптеры мы разрабатывали сами, конечно же, не с нуля, смотрели, но наша основная задача была разработать их самими, рассмотреть процессы изготовления, как их лучше изготовить, какие параметры для этого подобрать. Но в большей степени это является очень полезной инициативой, которая позволяет не только изучить технологию, но и привнести что-то полезное. Тут представлена одна из разновидностей адаптеров, она была модифицирована вот по такой разновидности. Чтобы создать такую модель, для начала нужно составить эспицитные модели с нужными размерами, после чего скрутировать саму модель. Так как эта модель имеет неоднородную высоту, то моделирование происходит в два этапа. Но если сравнить с моделями, которые в основном разрабатываются, это очень простая для проектировки и обучения модель. Поэтому даже такие адаптеры может разработать любой человек с нужным каким-либо ему дизайном или чем-то подобным, с нужными размерами. Но мы разрабатываем по основам все наследних размеров, которые нужны врачам. Так как врачи носят медицинские маски весь рабочий день, а то и больше, то возникает очень большое напряжение за ушами из-за резинок. А эти адаптеры, проходя сзади затылка, распределяют давление, которое оказывает маска. И тем самым врачи могут долгое время, господи, наносить эту маску. Проект был немножко сыроватый. Мы сделали, значит, доработали чертежи в программе определенной королевы, чтобы была возможность выразить его на этом станке. В принципе, это достаточно быстро вырезается. Утримаски вырезалось у нас минимум 5, наверное. Ну и потом только остается снимать защитную пленочку, и все, в принципе, она готова. Кому приходят дети со своими педагогами, консультируются. Я, значит, ну, как могу, или помогаю, либо дети, если совсем маленькие, еще не умеют срабатывать чертежи 3D-модели. И затем мы уже изготавливаем это наше оборудование. Лазовый станок, 3D-принтер в основном используется. Обычные две фанеры, либо окнёбок, стекло, и пластик. Самый такой подавод, для обучения детей этого хватает. В течение дня мы можем изготовить около 100 масок, если работаем не правильно. Для этого, значит, вот у нас произошло, значит, резко материала. Получилась такая масочка. Затем нам необходимо удалить из неё защитную пленку, чтобы она была прозрачная. И потом мы уже её сворачиваем и формируем маску.